Всем привет! Я Кристина, а это группа Металлика, и она порадовала YouTube исполнением своего хита на детских игрушечных инструментах. Да, веселые ребята, но у нас на канале тоже есть чем вас удивить и порадовать, так что оставайтесь со мной и узнаете. Зачем автоконцерны Jaguar виртуальная реальность, какие виртуальные игры достойны Оскара и как снимать видео и фото 360 без специальной камеры. На днях появилось приложение Pie, которое позволяет делать виртуальный контент при помощи собственного айфона. Покупать для этого дорогостоящее оборудование не обязательно, потому что Pie это специальная программа, которая производит фото и видео в режиме 360, используя камеру смартфона. Приложение записывает короткие отрывки что-то в виде живых кифок, которые можно посмотреть, прокрутив пальцем со всех сторон. Такие видео длятся по 10 секунд, но по мнению разработчиков этого вполне достаточно, чтобы его рассмотреть и не заскучать. Приложение можно скачать для iOS, андроиды пока обделили. Кстати, в будущем авторы программы еще хотят сделать целую социальную сеть, посвященную исключительно видео и фото 360. Делать такие короткие видео было бы отлично в путешествиях. Кстати, компания Google подарила всем обладателям виртуального шлема HTC Vive ну просто магическую способность телепортироваться. Причем куда и когда хочешь. Весь мир теперь можно посмотреть виртуально, благодаря приложению от Google Earth VR. Данный проект начал свое существование еще 10 лет назад, со спутниковых снимков. Но с развитием технологий, наконец-то стал виртуальным. Теперь, установив данное приложение, можно очутиться в любой точке мира, просто надев шлем. Те виды, что предлагает Google Earth, по-настоящему уникальны. Вряд ли бы вы могли посмотреть на красоты мира с высоты птичьего полета на какой-нибудь стандартной экскурсии. Ну и самое приятное, что Google Earth VR выходит для HTC Vive бесплатно. Не потратив ни копейки, можно посмотреть и на новый электромобиль от компании Jaguar. Правда, он сейчас находится в Лос-Анджелесе. Но билет на самолет покупать не нужно. Британский автоконцерн создал сильного конкурента Tesla Model X. Это новое авто под названием Jaguar I-Pace. Электрокроссовер будет способен преодолевать 500 км без перезарядки и разгоняться до 100 км в час за 4 секунды. Чтобы оценить автошедевр смогли все, Jaguar провел виртуальную презентацию. Ее участники оценили возможности внешнего вида авто, просто надев шлем HTC Vive. Посмотреть на чудо-машину со всех сторон могут и те, у кого не было приглашения на мероприятие. Нужно просто скачать приложение Jaguar с портала Viveport. Сделал наконец-то долгожданный VR-проект и телеканал Fox. Он называется Марсианин и, как вы уже догадались, посвящен одноименному фильму. Марсиан VR Experience снимал сам Роберт Стромберг, а продюсером выступил легендарный Ридли Скотт. Это интерактивное приключение, в котором вы примеряете на себя роль астронавта Марка Уотни, который пытается выжить в одиночестве на Марсе. Благодаря приложению вы сможете испытать невесомость, покататься на марсоходе, а также пережить и другие моменты, показанные в фильме. Выжить на Марсе, конечно, задача не из легких, но есть люди, которым и здесь, на Земле, живется труднее остальных. Но медики и разработчики виртуальной реальности пытаются сделать их жизнь немного проще. В Англии как раз прошла выставка, посвященная технологиям для инвалидов. В музее Шеффилда показали VR-приложения, в которых помогают людям привыкнуть к протезам. Кевин получил серьезную травму на заводе, но не носил протез, потому что он ему неудобен. После виртуального курса реабилитации все поменялось. Раньше мне было тяжело с ним, а теперь я могу им управлять. Это невероятно. Благодаря приложению пациент тренирует необходимые мышцы, не натирая мозолей, да и психологически привыкает к новому состоянию. Также медики начали использовать виртуальную реальность для лечения так называемых фантомных болей. Сейчас британские ученые работают над технологией, которая позволяет управлять протезами силой мысли. Это станет настоящим прорывом в медицине. Ну и по традиции не обойдется наш выпуск без новостей в сфере игр. Тем более скоро пройдет премия Game Awards 2016. Это как Оскар для данной индустрии. Посмотрим, кто в списке номинантов. Поборются за главный приз пять игр. Среди них игра про Бэтмена, Batman Arkham VR, ритм игра Red's Infinite, сумасшедший диск Жук Thumper, а также космическая Ив Валькирии и всеми любимый Джоб-симулятор. Многие уже отметили, что игр для PlayStation VR в списке явно больше, чем для Вайва и Окулоса. А про виртуальные игры для виртуальных очков типа Gear VR вообще забыли. Некоторым это показалось странным. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу и какая игра вам кажется достойной победы. Необязательность представленного списка. Это были все новости на сегодня. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока! Хочешь быть в курсе всех новинок в сфере виртуальной реальности и видеоигр? Кликай вот сюда и смотри больше интересных выпусков новостей о 3DVR.